Дорогие друзья, ко мне и по почте, и через интернет поступает очень много вопросов по поводу грядущих изменений в закон о выборах депутатов Государственной Думы, в целом по избирательному законодательству. В частности, вот такая проблема в связи с тем, что сейчас уже 32 партии официально зарегистрированы, а возможно будет 50, а может быть и 70. Какой же будет бюллетень? Вот кто-то уже посчитал, что бюллетень будет чуть ли там не в полтора метра длиной. Каибы, комплекс обработки избирателей бюллетеней не справятся, обычные урны тоже будут переполнены. А потом представьте себе, каково избирателю? Вот эту простыню, искать там свою партию. Конечно, это неправильно. И вот такого рода вопросы. Ну и в частности, например, такой, кто-то уже услышал о том, что внесен новый, будет внесен скоро новый законопроект о новом порядке избрания депутатов Государственной Думы, где будет смешана система. 50% по мажоритарным кругам, 50% по пропорциональной системе, по партийным спискам. И вдруг меня спрашивают, и там предусмотрено, что нет никакой, нет порога явки. Сколько людей придет, столько, значит, и выборы все равно состоялись. Неужели вы за этот закон проголосуете? Ну, прежде всего хочу сказать, дорогие друзья, вот отмена порога явки была сделана, ну, по-моему, там, что ли, лет, не знаю, 10 тому назад. И уже очень давно и в федеральном избирательном законодательстве, и в региональном отсутствует вот это требование, как, например, раньше было, 25% обязательно должно прийти. В одном даже когда-то в предложении было 50%, чтобы участвовать в голосовании. Так вот, сейчас этого нет. Его не будет, я думаю, что и не надо. И знаете почему? Конечно, можно приводить анекдотические примеры, как однажды, года полтора тому назад, или два, на муниципальных выборах в одном поселке пришли два человека. Кандидат привел своего друга, и они проголосовали за кандидата, и кандидат был избран главой этого поселка, потому что остальные люди просто не пришли. А так как нет ограничений в пороге явки, и, правда, поселок-то всего там, по-моему, 100 человек жило, да, но вот из 100 двое пришло, 2%, и выборы состоялись. Ну, таких случаев, конечно, быть не должно. Люди должны верить в избирательную систему, верить в власти, приходить на выборы лично и голосовать, но, тем не менее, порога явки не нужно. А какие же изменения могут быть? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что наша партия «Справедливая Россия» принципиально всегда выступала за возвращение к смешанной системе. Я абсолютно убежден, что у избирателей должен быть свой депутат, привязанный к конкретной территории. Это те, кого мы называем мажоритарник, то есть кто будет избираться по мажоритарным кругам. Ну, и партии должны развиваться, поэтому тоже должны быть списки, поэтому 50 на 50. Про порог явки мы сказали. Проходной барьер, конечно, нужно снижать. Я считаю, что абсолютно спокойно можно снизить до 3%. И обратите внимание, если бы у нас в выборах 2011 года порог явки был бы 3%, было бы 5 партий, но отнюдь не больше. Всего лишь 5 партий. Яблоко бы еще прошло. Поэтому я думаю, что нужно снижать до 3%. Обязательно нужно вернуть право создать избирательные блоки объединения. Сейчас у «Единой России» вдруг услышал идею. Да, мы согласны, давайте, блоки будут, но давайте сделаем так. Для партии проходной барьер 5%, а для блоков 7%. С какого перепугу? Обязательно равный проходной барьер и для партии, и для избирательных блоков, либо объединения. Конечно, нужно, в принципе, ликвидировать любые возможности досрочного голосования, любые открепительные талоны. Возвращаясь к той проблеме огромной простыни бюллетеня, есть, вот я назвал такую аббревиатуру КАИВЭ, комплекс обработки избирателей бюллетеней. Есть обычный бюллетень, а есть еще такой метод, как КЭГ, комплекс электронного голосования. Они уже разработаны, они есть, и некоторые, как правило, москвичи знают, что это такое, когда голосуешь нажатием кнопки, либо прикосновением к дисплею. Так вот, я абсолютно убежден, что чем скорее мы перейдем на вот такой комплекс электронного голосования, тем лучше будет и не только с точки зрения решения вот этой проблемы огромного бюллетеня, а самое главное с точки зрения реальности подсчета голосов. Ну, смотрите, Бразилия, уж прямо скажем, не совсем уж такая передовая страна, по крайней мере, мы в Брик входим, такая же, как, допустим, и как минимум. И там с грамотностью населения намного хуже, чем в России. Они уже много лет перешли на электронную систему голосования, и знаете, как у них интересно происходит? Участки закрылись, через два часа объявляются результаты выборов, не предварительные, а окончательные, потому что там не надо никаких избирательных комиссий, никаких пересчетов, никаких манипуляций, никаких протоколов. Все электронная система, все выводят, говорят, там будет жулье, будет программное обеспечение. Ну, послушайте, давайте мы сделаем так, чтобы был контроль, было все прозрачно, чтобы все было четко, и не будем ни сами себя обманывать, ни власти не дадим нас обмануть. Поэтому я абсолютно убежден, что будущее за кэгами, за комплексами электронного голосования. Кстати, они переносные, например, меня спросят, а хорошо, а как лежачий больной, он на участок прийти не может, к нему с таким переносным кэгом, они сейчас уже есть такие, можно пойти. Следующая проблема, это проблема как раз, формирование избирательных комиссий. Я абсолютно убежден, что нужно формировать только на партийной основе. Но сейчас вы скажете, очень много партий. Но давайте сделаем очень просто. Если речь идет о выборах в Государственную Думу, у нас сейчас 4 федеральных партии, давайте вспомним, что яблоко чуть-чуть, по крайней мере, 3% набрало, и она получает бюджетные деньги по этому закону. Значит, вот, допустим, из представителей 5 партий формируется участковая комиссия и избирательная комиссия на выборах депутатов Государственной Думы. На выборах в регионе, в региональном законодательном собрании сколько фракций в региональном парламенте, столько-то, вот столько такие партии представлены. Муниципальные выборы, какие из партий имеют своих депутатов, вот эти все представители партий формируют участковые избирательные комиссии. Ну и завершая эту тему, я выскажу очень простую мысль. Обязательно нам нужно менять избирательное законодательство, делать его прозрачным, понятным, и сделать его нужно таким, чтобы не было возможности фальсифицировать. Потому что если люди не будут верить результатам выборов, это подрывает легитимность власти. А это очень опасно в такой крупной, многонациональной и федеративной стране, как Российская Федерация.